Всем большой привет! С вами Наталья Ксенчак. Если вы хотя бы чуть-чуть погружались в мир моды, то наверняка могли понять, насколько это сложный, чарующий и запутанный мир, совершенно непонятный и непонятным он остается и для тех людей, которые изучают феномен моды. Расскажу небольшую предысторию. Мне всегда лично казалось, что женщины, которые одеваются как-то, ну, по мнению большинства, сумасшедшие, одеваются во что-то яркое, интересное, придумывают сами одежду. И эти женщины, мне казалось, они намного лучше разбираются в моде, чем те девушки, которые рассказывают нам о трендах различных, о том, что модно, что не модно. И меня всегда искренне раздражали видео про тренды 2017 года, про тренды осень-зима 2018 года. Несмотря на то, что они постоянно вылезают в предложках, я их просто не смотрю, потому что одна только тема меня раздражает. Я долго думала, почему. Последняя моя находка — это книга Майи Килашенко «Психология моды». Читая книгу Майи Килашенко, я наткнулась на одну цитату, которую, к сожалению, до этого не слышала. Цитата принадлежит патриарху от кутюр Полю Пуаре, который еще в начале XX века сказал «Следовать моде уже не модно. Хорошо одетой может считаться только та женщина, которая изобретает что-то свое и смело этим пользуется. Тем же, кто привык покорно следовать моде, этого искусства не постичь никогда». В этой цитате и заключается весь парадокс моды. Дело в том, что существует так называемая стадная либо массовая мода. Как раз то, о чем нам рассказывают с вами так называемые фэшн-блогеры. Они нам рассказывают о трендах 2017-2018 года и так далее. Они показывают, как нужно одеваться в соответствии с последними тенденциями, демонстрируют какие-то последние коллекции. Но суть в том, что как только какая-либо вещь появляется на рынке и она становится более-менее популярной, она тут же выходит из моды. То есть, понимаете, как только вещь становится модной, одновременно с этим она становится не модной. Конец любой моды как раз в ее излишки. То есть, если весной 2017 года появились колготки в крупную сетку в моде, то есть они ворвались в моду, одновременно с этим они перестали быть модными. И те люди, которые как раз таки демонстрировали образы с такими колготками, одновременно являются модными как представители массовой моды и одновременно не модными, потому что эта вещь уже была в избытке. Ее было очень много. Поистине модными можно считать только тех женщин, которые не следуют никаким канонам, никаким законам и никаким тенденциям, а творят действительно что-то свое. Они могут сочетать какие-то безумные цвета, одеваться как-то не так, как все, очень выделяться, выбиваться. И как раз этих людей, я считаю, совершенно неоправданно называют фриками, либо уродами моды. Конечно, нужно листать различные журналы, смотреть различные видео, чтобы быть в курсе последних новинок, чтобы для своего стиля найти что-то новое и интересное. Если вы хотите поистине разобраться, что же такое мода, то никогда не следуйте этим модным тенденциям. Вы можете надевать какие-то старые винтажные вещи, придумывать сами свою одежду. Тогда вы действительно погрузитесь в этот замечательный, в этот удивительный и сложный мир. Кстати говоря, есть такая оговорка, что если вы, например, увидели из последней коллекции, ну, например, гуччи, какое-то очень интересное платье и взяли и сшили сами, либо взяли джинсы и что-то тоже с ними сделали, то вы находитесь к моде гораздо ближе, чем те люди, которые просто берут и слепо покупают то, что нам предлагают магазины. Все эти тенденции, тренды и так далее придумываются лишь для того, чтобы мы с вами как можно чаще покупали вещи, таким образом пополняли кошелек производителей этой самой одежды. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будет очень много всего интересного, ну и пока!